Мы продолжаем читать наставление Авы и Евагрия. И напомню, разговор идет у нас о одном из ключевых положений его текстов. Это учение о восьми помыслах, о восьми страстях, о восьми искушениях, с которыми приходится бороться человеку. В прошлый раз мы говорили вообще о помыслах, как он говорит. Второй абзац повествует о помыслах чревоугодия, но мы сразу перейдем к третьему и четвертому абзацу. Третий абзац говорит о демонах блуда. Демон блуда возбуждает плотскую похоть и насильнейший нападает на воздержанников, чтобы они прекратили воздержание, подумав, что от него нет никакой пользы. Оскверняет душу, он нудит ее и на таковые дела, и делает, что она будто говорит и слышит некоторые слова, как бы дело само было перед глазами. Человек, читая эти слова, понимаешь, что человек пишет из опыта. Когда читаешь подвижников, это не рассуждение философствующего ума. Это всегда плод практических рассуждений, практического знания души человека вообще, ну и своей особенно души. И поэтому они пишут очень глубокие и важные слова о тех искушениях, которые им пришлось пережить. Мы, к сожалению, не способны адекватно это понять. Потому что нам-то опыт, о котором они пишут, или в данном случае о воеваке, нам-то этот опыт совершенно недоступен. И в силу того, что нам этот опыт недоступен, мы считаем вправе заявлять, что ничего важного в их борьбе с блудной страстью, ничего важного нет. Мы соотносим, скажем, опыт, описанный святыми, современной психологией, чаще просто психиатрией. И говорим, что вот это у них такие вот болезненные проявления, которые вызваны какой-то неудовлетворенностью, какой-то испорченностью, какой-то несообразностью человеческой природе. А на самом деле причина просто в том, что мы сами этого опыта не имеем, и поэтому не понимаем, о чем они говорят. А не понимаем, мы судим их, естественно, со своей колоколью. И этот суд неправильный. Как говорит апостол Павел, человек душевный не понимает того, о чем говорит человек духовный. Он все выворачивает по-своему, и поэтому понять речи духовного человека просто не может. И, ну, например, скажем, вот с точки зрения опыта, который здесь до нас доносит Тава и Вагри, человек, которого не мучают блудные помыслы, человек, который совершенно спокоен от прикосновений той или иной, в том или ином мере, в той или иной мере, или с той или иной стороны прикосновения блудной страсти, значит только одно, что этот человек совершенно не целомудрен. Он очень-очень испорчен, и, скорее всего, это человек, который практически не воздержан. То есть, как минимум, не целомудрен в помыслах, в изъявлениях души, а, скорее всего, просто практически не воздержан. То есть, так или иначе, он практически осуществляет то, что велит ему блудная страсть. Или, как здесь говорит Ава и Вагри, демон блуда. Например, человек позволяет себе разглядывать, ну, смотреть, например, показ мод по телевизору. Разглядывает лица, сидя в ресторанчике или в магазине, разглядывает лица мужские, женские, задерживая внимание на красивых лицах, на красивых девушек. Он просто любит прикасаться, ничего особенного, ничего нечистого, с его точки зрения, здесь нет. Он просто любит погладить по руке, погладить по волосам, обнять, прикоснуться. Он иногда флиртует, но это ни к чему, собственно, такому страшно грешному обычно не приходит. И у человека нет никаких помыслов, никаких. У него вот в таком диапазоне все развивается. Он убежден, что здесь ничего нечистого нет, потому что он не смотрит совершенно уж неприличные сайты, и он не делает ничего блудного, именно телесно не согрешает блудом, и он убежден, что ничего плохого в нем нет. Но на самом деле опыт святых до нас доносит правду. Неотвязные помыслы блудные, неотвязные, они опознают борьбу за чистоту души. Перестаньте бороться с помыслами блудными. Перестаньте бороться, и помыслов не будет. Они уйдут. Просто сдайтесь им, делайте то, что они велят. Смотрите на лиц, разглядывайте обложки журналов, задерживайте взглядом на красивых фигурах, засматривайтесь в красивые глаза, не отводите взгляд от красивого лица, делайте то, что велят помыслы, и они оставят вас в покое, но они заставят вас хоть что-нибудь делать из того, что является нечистым. И человек, подвязающийся в борьбе против блудных помыслов, он потому и подвязается, он потому и сознает, что эти помыслы ужасно и мучительны, потому что он не слушает их, он сопротивляется им, он не идет у них на поводу. И чем острее эта борьба с блудными помыслами, с наваждениями, когда просто кажется невозможным так вот оторвать взгляд от чего-то, а человек борется даже с тем, чтобы не посмотреть. И эта напряженная борьба показывает, что он напряженно сопротивляется этим блудным помыслам, блудному наваждению, а тот, который этих помыслов не испытывает, он просто не сопротивляется. И чем чище душа человеческая, тем отчетнее человек понимает, как он опутан был этой нечистой страстью, как мир опутан этой нечистой страстью. Как много на самом деле в этом мире внешне милоневинного, что на самом деле является именно производными блудной, нечистой страсти. Как тесно связано тщеславие и блуд, как много нашего тщеславия растет именно на почве блудной страсти, хотя мы обычно этого не сознаем. И наоборот, как много блудной страсти вырастает на почве тщеславия, и этого мы тоже не сознаем. Так перемешаны эти две страсти. Каким на самом деле нечистотой, блудностью насыщена вся не только современная музыка, а в принципе музыка, живопись, график, хоть современный, хоть совсем не современный, и стихи, и проза, и фильм, и простые человеческие общения, как вообще все пронизано этой нечистотой, и травлено этой нечистотой. И вот только освобождаясь от путь этой липкой, блудной паутины, человек наконец осознает, по-настоящему осознает невероятную силу этого зла. Его борьба с неотвязностью блудных помыслов есть свидетельство глубокой власти над человеком блудной нечистоты, глубочайшей зависимости человека от этой страсти. С великим напряжением и болью освобождается человек от этой зависимости, даже тот, который никогда не знал практически блудного падения. Даже он освобождается с величайшим трудом. Что же говорит про человека, который познал этот грех дел? И вот именно с точки зрения Аввы Евагрия суть этих нападок, которые демон блуда доставляет человек, в том, чтобы вергнуть человека в уныние, чтобы человек подумал, что он уже согрешил, чтобы он перестал трудиться и просто сдался этим помыслам, чтобы снова сделать человека своим рабом, а он, испытав поражение, никогда бы больше даже не предпринимал попыток выбраться. Так говорит Авва Евагрии. Но это не все. Назовем еще два как бы цели, две задачи, на решение которых направлена вот эта брань, воздвигаемая блудным демоном, блудной страстью, блудным помыслом против тех людей, которые пытаются освободиться от власти мира, стать свободными во Христе, свободными чадами Божьими. Первое, что мы скажем, назовем, это экстериоризации. Человек познает собственную тьму, только освобождаясь от нее. Пока он во тьме, он даже не знает, что он во тьме. Только тогда, когда он выходит из тьмы на свет, очищается от тьмы вообще, особенно от тьмы, которая внутри него, он понимает, насколько много в нем было этой тьмы и насколько глубока и сильна и желанна власть света. И вот это освобождение от нечистоты, от блудной нечистоты, оно как раз и свидетельствуется тем, что вот этот помысл становится навязчивым. Раньше он просто его не замечал. Он просто делал то, что делал, а теперь, освобождаясь от него, он начинает замечать его силу, его власть. Пока козленок ходит, привязанный на веревочке колышку, ходит возле самого колышка, он ощущает полную свою свободу. то, что он привязан веревкой или цепью к этому крюку, вбитому в землю, он начинает понимать только тогда, когда пытается вырваться и пытается дотянуться до лакового кусочка зелени, листочков, травы. Вот только тогда, когда он пытается вырваться, он понимает, как его держит эта веревка. И вот это переживание борьбы с помыслами, оно опознает наше стремление вовне, за пределы той тьмы, которая нас опутала. То есть, когда нас мучают блудные помыслы, мы начинаем познавать, что мы зависимы, что мы действительно во власти блудной страсти, но само это опознавание, само это сознание мучительности этой страсти говорит о том, что мы достаточно далеко от крюка отдалились, что мы потянулись так к свету. То есть, именно это опознание своей зависимости, оно показывает, что мы стремимся уже совсем другим вещам. Нам не крюк приятен вбитый в землю, нам хочется свободы. И вот это осознание необходимости свободы и приходит в столкновение с блудом, которым мы привязаны, с нечистотой, которым привязаны, и мы начинаем ощущать эту свою зависимость именно потому, что от духа, которым были опутаны, стараемся избавиться. То есть, сознание неодолимости блудных помыслов, мучающих человека есть свидетельство того, что он стремится к Богу, стремится к подлинной свободе и то, что он находится на пути исцеления. Ощущать свою зависимость от страсти и тем не менее, несмотря на эту зависимость, поступать вопреки есть, ей и есть объективация зла и, как следствие, освобождение от него. зло становится внешним, таким, которое привязывает меня, тянет меня, пытается сохранить власть над собою и пытается удержать меня, но оно уже не во мне. Оно привязывает меня снаружи, но внутри этого зла уже нет, ибо если бы оно было внутри, я бы не смог не только сопротивляться этим блудным помыслам, я бы не мог их даже испытывать, я просто мгновенно исполнял бы все желания, которые мне эти помыслы велят. А второе, вторая задача, который, второй показатель, который, можно сказать, почему происходят эти вот блудные наваждения, блудные помыслы, с которыми мы с неизбежностью должны бороться, это стяжание смирения, ведь именно в борьбе с этими помыслами наиболее смиряется человек, сознавая, что как много в его душе почвы для того, чтобы этот помысл осуществился, как много в нем внутри нечистоты, что он сопротивляется, конечно, помыслам, но как тяжело ему это дается. Вот эта борьба с помыслами показывает, что душа, хотя и здравая, уже почти совсем здорово от этой нечистоты, но тем не менее вот в этот самый момент человек отчетливо видит, как вообще-то он был сильно от всего это зависим, как глубоко проникла эта зараза внутрь него, как тяжело ему со всем этим сотрепляться, как раньше и отчасти сейчас он сильно это любил и это смиряет. и именно это навык и количество смирения и помогает по-настоящему преодолеть блудную страсть. Без смирения это совершенно невозможно. Второй помысел, о котором мы сегодня поговорим, описан в четвертом абзаце о сребролюбии. Сребролюбие предполагает долголетнюю старость, бессилие к рукоделию, голод, болезни, прискорбность, скудости и то, как тяжело принимать от других нужные для телесных потребности. Сребролюбие, говорит Ава Ивагри, это в принципе и так оно и есть, это недоверие промыслу Божьему. Мы, серебролюбивый человек, не верит, что Бог о нем и сейчас заботится и до скончания века заботи своей не оставит. Это недоверие Богу, недоверие его любви является собственно самым опасным в этой страсти. Человек на самом деле пытается сам решить проблем, понимая, хотя вряд ли он это вербализирует, проговаривает, но в сущности понимая, что надежды на Бога нету, гарантий никаких нету, поэтому приходится надеяться на себя. Он пытается своими способностями, своими усилиями, своими руками, своим умом решить эту проблему, обезопасить себя, потому что на Бога надеяться он не может, он не верит, что Бог и впредь будет ему помогать. И вот именно это и есть корень сребролюбия. Не столько жадность деньгам, сколько недоверие Богу и попытка своими усилиями обеспечить себе сколько-нибудь необходимый минимум содержания. Но как и в случае с блудом, это знает только нежадный. То есть на самом деле только нежадный человек знает насколько он жаден. Жадный на самом деле ничего этого не знает, он всегда оправдывает себя, что он достаточно щедр, он достаточно много помогает, он достаточно много делает добрых дел, и вот все его действия вполне праведные, вполне разумные, ничего страшного он не делает. Только человек действительно исцелившийся от жадности к деньгам начинает понимать, как сильно он от всего этого зависит. Только нежадный знает свою жадность и только щедрый, по-настоящему глубоко щедрый человек знает власть скупости над собой. И поэтому, поскольку сребролюбие это в первую очередь страх перед будущим и недоверие к Богу, то побороть эту страсть возможно только разным образом развивая в себе мужество и доверие, доверие к Богу. Вот любой человек естественно образом грешный в этом мире он понимает, что вот ну а мало ли что будет через 5 лет, через 10, через 20, а собственно откуда ты решил, что ты проживешь 20 лет или даже проживешь год или еще 10 дней, никто не знает, но вот страх тем не менее этот совершенно неразумный, потому что никакими разумными вещами он необъясним и если я как-то дожил скажем до 30, до 40 или до 50 лет и кто-то меня кормил и питал, значит кто-то будет питать и дальше, но человек так не думает, он думает, что нет, это он себя питал, и это особенно странно и страшно слышать, находить верующим человеком, устами он исповедует благодарность Богу, что Бог ему все дал, но всем сердцем он свидетельствует о том, что это усилие его рук, его жизни, он сам этого добился и понятно, что такой человек в сущности надеющийся на себя и сознающий свои собственные усилия в том, чтобы себя прокормить, такой человек с неизбежностью теряет веру в Бога и он не может думать, всерьез думать о том, что Бог будет питать его и дальше, ибо он на самом деле никогда в Бога и не верил, он только говорил об этом, а верил он в то, что кормит себя он сам. Человек, который знает, что до сорока лет его кормил Бог, знает, что и после сорока Бог будет делать то же самое. И вот, то есть, проблема сребролюбия, это не только проблема упования на будущее, это проблема исповедания источника жизни в повседневном быту, в повседневном бывании, кто на самом деле питает меня сегодня, я или Бог, кто питает моих детей, я или Бог, любой человек скажет я, и тогда он совершенно выбивает у самого себя почву из-под ног, и он не способен становиться к вере, потому что это неправда, потому что он не сможет объяснить огромного количества вещей, ну, например, почему тогда благодарит Бога за данную сегодня пищу, почему он молится Богу молитвой Отче наш, когда надо просто идти и работать, ибо от этой работы зависит твой хлеб. Вот, эта несообразность нашего внутреннего устроения, она очень печальна, и именно она является источником сребролюбия, не просто деньги сами по себе, а именно неверие Богу и упование на свои силы, когда мы чувствуем, что силы хрупкие, мы, естественно, начинаем думать о будущем, Бог как бы совсем ни при чем. И еще здесь одно важное замечание, понятно, что вот так об этом говорит Ава Ивагриш, что человек, который надеется на себя, естественным образом не надеется на Бога и в силу этого не надеется на доброту людей. Конечно, любому человеку трудно просить и принимать. Нам очень хочется собственной финансовой независимости, но очень часто, очень часто, это стремление к финансовой независимости и пронизывает, и проникнуто этим сребролюбием. Мы и хотим этой финансовой независимости, чтобы не нуждаться в Боге, чтобы гарантировать свое дальнейшее безбедное существование. Так трудно каждый день ожидать милости у Бога, так трудно каждый день просить Бога, чтобы он дал мне и тем людям, которые ко мне приходят. А когда мы хотим финансовой независимости не богатство, не богатство, а именно независимости мы хотим, независимости и от Бога тоже, чтобы не просить, не нуждаться, а просто свободно распоряжаться собственным богатством, это тоже грех сребролюбия. 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 Продолжение следует...